Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня мы находимся в компании Аквалога И я хотел бы поговорить сегодня про Сиким Да, брат называется Сиким И Денитрат это один из наполнителей Надо сказать, что наполнители для морской и бресноводной аквариумистики Это флагманская линейка компании Сиким Которая представлена на рынке уже кучу-кучу лет И мы, наверное, сегодня о ней поговорим Как давно она появилась у нас на российском рынке? Вообще на российском рынке это все появилось довольно давно Но было представлено в ограниченном количестве То есть именно точную дату сказать сложно Но я думаю лет 5 они точно продаются в России Мы же стали эксклюзивным дистрибьютором порядка полутора лет назад Эксклюзивный дистрибьютор это значит только одно То, что эту компанию представляет только компания Аквалога Да, на территории Российской Федерации и таможенного союза Возим только Ну скажу сразу то, что я уже успел попользоваться данным наполнителем В принципе у меня достаточно хорошие впечатления о нем остались Но и появился ряд вопросов Скажи, пожалуйста, в чем сам секрет этого наполнителя? Я, конечно же, его покажу в макросъемке Как он выглядит Ну да Что там, в чем заключается особенность, самая фишка в нем? Ну, вообще, прежде всего, что нужно сказать Да, процесс динетрификации в замкнутых системах Он довольно сложен сам по себе То есть, ожидать, что этот наполнитель, он решит проблемы по щелчку пальца Ну, невозможно так сказать, да? Но постепенно, в течение какого-то времени Этот наполнитель, он может удалить определенное количество нитрата из аквариума Ну, то есть, ты говоришь, что по щелчку пальца Именно во время запуска аквариума, правильно понимаю? Да нет, не обязательно То есть, в процессе эксплуатации аквариума Точно так же, если этот наполнитель заложен Немножечко, в принципе, его действия, в принципе, работы, чуть попозже Вот, то бишь, если этот наполнитель заложен в аквариум Соответственно, в течение какого-то времени Он может контролировать содержание уровня нитрата в аквариуме А за счет чего? Сейчас, давайте посмотрим Я не знаю, будет видно, не будет Вот, сейчас То есть, что из себя представляет этот наполнитель? Это натуральный минерал, природный, да? Потом, да, будет ролик Этот минерал пористый Соответственно, внутри него маленькие-маленькие мельчайшие поры Которые со временем могут закупориваться детритом и так далее И эти поры, они обеспечивают безвоздушное пространство для заселения денетрипецирующих бактерий Я думаю, здесь нужно пояснить, в чем разница, например, между керамикой тогда Там же тоже есть поры? Ну, скажем так, керамика – это искусственный материал И основное отличие вот этого наполнителя от керамики – это его площадь поверхности То есть, вот этот вот наполнитель, он обеспечивает очень большую площадь поверхности Для заселения бактерий денетрипецирующих Которые в процессе своей жизнедеятельности, они просто-напросто потребляют нитрав То есть, они потребляют эту переработу То есть, грубо говоря, отверстий в этом наполнителе будет больше, чем в керамике, правильно? Да, конечно, безусловно То есть, это основная фишка этого минерала И сама компания Sikkim, она потратила очень много времени и сил Прежде чем смогла найти и подобрать подходящий минерал для его использования Именно в замкнутых системах Эффективный минерал, да, эффективное средство, которое помогает бороться с излишками тратов в аквариуме Ну, а если не секрет, где этот минерал добывается? О, это секрет К сожалению, да, секретов они не раскрывают Мы у них спрашивали Есть предположение, что этот минерал добывается где-то в водоеме Потому что иногда попадаются вот среди наполнителя, да, иногда попадаются в камешки Омытые водой, то есть, гладкие И есть предположение, что это где-то добывается либо на дне какого-то водоема Либо в прибрежной зоне Но больше информации, к сожалению А поставщик этого минерала кто? Ну, точнее, фирма, чья у нас это фирма? Фирма это американская компания Sikkim, бренд Sikkim Вот, собственно, они находятся на территории Соединенных Штатов Америки То есть, как это все работает? Анаэробные бактерии живут в бескислородной среде Ну, во-первых, на каждой упаковке есть русскоязычная инструкция, где подробно описано, как лучше этот наполнитель использовать Производитель рекомендует направлять на этот наполнитель, который лежит в мешке, в фильтракционном отсеке, где-то еще, да Поток воды не более 200 витров в час То есть, для чего это делается? Чем выше поток воды, тем больше кислорода поступает в сами поры И, соответственно, денетрифицирующие бактерии, которые живут в бескислородной среде, да, они жить не смогут Вот, соответственно, подаем слабый ток воды Образуются бескислородные зоны внутри этого наполнителя Бактерии размножаются И в процессе своей жизнедеятельности они потребляют нитрат То есть, попросту говоря, у нас есть два вида бактерий Ну, если так брать в общем Одни у нас, получается, анаэробные Да Вторые? Аэробные, то бишь, живущие в... Соответственно, данный наполнитель будет иметь два эффекта При разном токе воды Да То есть, получается, если мы засыпаем во внутренний фильтр, там слабый ток воды И будет одно действие Если мы засыпаем его во внешний, там уже в любом случае будет больше ток воды Да, безусловно, и этот наполнитель будет работать как аэробный фильтр То есть, будет заселен бактериями, которые будут в процессе жизнедеятельности потреблять Аммонио и нитриты и преобразовать это все в нитроты Я, честно говоря, думаю, то, что не все наши подписчики понимают, зачем нужно перерабатывать одни вещества в другие Мы можем коротко рассказать им? Да, безусловно Чем отличаются, получается, два этих действия То есть, мы... Давай с аэробных тогда бактерий начнем То есть, аэробные бактерии, они перерабатывают самые токсичные азотные соединения Это лишь аммонио и нитриты То есть, это азотный цикл, это азы аквариумистики Вот, и самая распространенная причина гибели рыбы Это как раз управление аммонием либо нитритом Нитрит – это менее токсичное азотное соединение Ну, тем не менее, нитритами тоже рыба нравится Очень важно в аквариуме поддерживать эффективную биологическую фильтрацию Чтобы аммонии и нитриты в запущенном аквариуме, они не определялись Вот, в этом нам помогают, безусловно, наполнители Которые являются, по сути, домами для бактерий Так, и второй вид бактерий Второй вид бактерий – это бактерии, которые живут в бескислородной среде Так называемой денитрифицирующей Как я сказал вначале, процесс денитрификации в замклигах системы, он довольно сложен Для чего они нужны? Они нужны для того, чтобы перерабатывать нитрат в атомарный азот А как у нас появляется нитрат? Нитрат – это конечная стадия азотного цикла Это когда бактерии уже окислили аммони до нитрита и нитриты уже до нитрата Отлично Скажи, пожалуйста, как за этим наполнителем ухаживать? Насколько его хватает? Вообще, мы по поводу этого разговаривали с производителем По сути, этот наполнитель вечный, его необходимо периодически промывать То бишь, ну я бы сказал, допустим, может быть раз в полгода можно достать, посмотреть, насколько он заилился, засорился и так далее Ну то есть стандартная чистка аквариума, мы просто берем, промываем под какой? Горячий, холодная вода Обязательно в водопроводной, не в водопроводной, обязательно в аквариумной воде Потому что бактерии, они, безусловно, могут реагировать на какие-то изменения параметров То есть они зачастую могут быть довольно нежными И если мы, ну скажем так, немножечко проредим колонию бактерий То это может сказаться, естественно, на эффективности геоприотации То есть, грубо говоря, может начаться с новой азотный цикл, да? Ну, возможно, да, зависит от нагрузки на... Ну или, как еще говорится, синдром нового аквариума Ну это редкости, скажем так И, безусловно, мы всю колонию не убьем Но вот мы именно проводили эксперименты Промывали наполнитель под проточной водой И, скажем так, процесс нитрификации, он нарушался Геннадий, скажи, пожалуйста, сколько нужно данного наполнителя по объему на внутренний фильтр? Ну, здесь сложно сказать Вот именно Все зависит от концентрации нитратов, опять же, в воде, да? Вот, ну, например, вот сам производитель пишет Здесь вот открыли инструкцию, смотрим, чтобы убедиться на всякий случай Сейчас зачитаю дословно Каждый 250 мл препарат один нитрат позволяет обрабатывать около 50-100 литров В зависимости от начальной концентрации нитратов и текущей биологической нагрузки То бишь 250 мл этого наполнителя, да, они подходят для аквариума порядка 100 литров Ну, опять же, нужно обращать внимание на концентрацию нитратов Ну, если брать, например, внутренний фильтр, мне вот одной такой вот упаковки хватит? Ну, в зависимости от объема Если он, да, он средний такой, маленький даже, скажем, 100 литров Ну, вполне, конечно А какие объемы вообще у нас есть в продаже? Ну, вот на данный момент, надо сейчас посмотреть по остаткам, но мы продаем до 2 литров наполнителя То есть такие большие ведерки, сейчас я поднесу, покажу Так, ну, это у нас матрикс, это не динитрат, но вот в таких объемах мы тоже продаем, это 2 литровая банка Не, у нас, в принципе, есть еще и на 100 литров упаковка, но я думаю, что это не особо актуально Где мы можем купить данный товар? То есть мы можем купить его в рознице Он в каждом магазине Аквалого сейчас есть? Насколько я знаю, да А есть ли у вас интернет-магазин? Да, конечно То есть и в нашем магазине Аквашоп он представлен, и у наших партнеров, например, у Аквионики, у Аква То есть, ну, в принципе, довольно много торговых точек, где можно приобрести вот этот наполнитель То есть через интернет-магазин тоже можно заказать его и с доставкой Конечно, конечно Спасибо тебе за то, что ты рассказал про этот чудо-наполнитель, которым я уже пользуюсь сам Кому интересно, я внизу под видео оставлю ссылочки на компанию Аквалого, где это все можно дело купить А вам спасибо за внимание, всего доброго и до новых встреч на канале Парк Спасибо, пока Спасибо, пока